всем привет друзья вы на канале free-to-play games это игра trials of heroes с вами михаил сегодня видео у нас будет небольшой гайд размышления по поводу кристаллов героев если вам нравятся такие видео подписывайтесь на канал ставьте лайк оставляйте вопросы комментарии всем спасибо за поддержку друзья мы начинаем и так кристалла это итемка которая находится вот здесь можете посмотреть и с прокачкой позволяет получать дополнительные бонусы характеристики героя бонусы тут самые разнообразные перечислять их не буду можете найти в ю тубе есть специальная таблица у ребят они делали очень удобно можно посмотреть все варианты которые выпадают на эти кристаллы и познакомиться я буду делать обзор и рассказывать вам на своем опыте с какими трудностями и с какими проблемами столкнулся за два года игры с такой и темкой как кристаллы и буду давать какие-нибудь советы возьмем на примере юджина вот у меня прокачан максимально циркон там три звезды стоит атака атака друзья объясняю почему в принципе в основном ставят юджину урон крита крит атака возможно он более даже лучше чем я спорить не буду но у меня в конкретном случае я исходил из чего я прокачивал и хочу дальше прокачивать отпечаток вот у меня стоит крит плюс 35 следующие тем к я поставлю себе урон крита не хочу проверить будет ли урон больше при таком положение вещей возможно потом поменяю на атака в отпечатке а здесь буду перебивать кристалл на урон крита крит атаку хочу потестить друзья также из из чего стоит вообще в принципе исходить когда выбираете тот или иной показатель для героя ну вот на примере юджина он ярко выраженный дамокер вы можете посмотреть у него урон 400 по трем врагам плюс 15 процентов от их узел и не больше 3 но при этом не больше 3000 урон вот атаки собственно говоря вот за счет этой пассивки которая у него есть я и ставил себе кристалл на максимальный на максимальную атаку чтобы диапазон так как в эндгейме там хп просто миллионы и процентное соотношение от этого урона тоже внушительное а увеличение атаки позволяет этот диапазон чуть-чуть еще больше увеличить и за счет этого увеличить урон от пассивки но в чем загвоздка друзья вот в эндгейме например стоит у меня атака атака это понятно для однозначно для пве для галактических враг помещу каких-то других пве локаций в пвп даже урон крита крита так а я бы не стал ставить вот к примеру сегодня в шахте выбили меня со второго уровня шахты парень на 2 миллиона бр меньше у него и пачка не сказать чтоб там какая-то супер-пупер но у него по-видимому был евгений с артефактом на энергию и прокачан отпечаток на скорость он с первой атаки внес мне 16 миллионов за счет того что она кританула два раза по 8 миллионов и 16 миллионов можете понимать там не щит балдера ничего не выдержала то есть трех игроков у меня сразу персонажей сразу вынес и понятно что дальше вся моя формация развалилась и за счет одного перса прокачанного на скорость он меня побеждает и будет всегда побеждать потому что мои игроки персонажи ходят медленнее поэтому какой с этого можно сделать вот друзья копите кристаллы копите кристаллы алмазы или как они здесь алмаза будем называть их синие и открывайте но в идеале в идеале лучше открывать все три вот эти вот ячейки и ловите тот или иной параметр на кристалле у вас выпадают рандомно какие-то параметры и имея три пустых вы можете их вот эти вот ячейки можете сюда их поставить и у вас будет возможность переставлять кристаллы с характеристиками под ту или иную локацию я конечно ленюсь но однозначно на следующем ивенте но кристаллы и песок я буду подходить серьезно менять увеличивать всем количество вот этих ячеек и прокачивать искать себе разные параметры основном на скорость скорее всего буду и потом посмотрю потащу как это все будет выглядеть вот к примеру на ком можно показать у меня по моему вот на силу однозначно вот это вот для пвп та же шахта тоже тот же крестовой поход вот самый идеальный наверное параметр скорость и атака вот наверное его стоит искать в основном видите как это выглядит когда открыта одна ячейка я могу переставить на ту же шахту если я диссимиляцию прохожу мне там скорость не нужна абсолютно потому что априори ходит ходим мы игроки первые без разницы там какой уровень у мобов у них там все обнули ног по скорости они однозначно будут ходить после нас поэтому такой показатель позволяет больше урона внести атака и реальный урон ну это к примеру и еще какую ошибку вот стоит вам избегать вот это лень моя надо 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 если хочешь эффективно играть особенно фри-то-плей надо не лениться и на каждый на каждую локацию заходишь в жахту надо брать и переставлять кристаллы на скорость вот сегодня это прям хорошо прочувствовал тут у меня тоже не знаю исцеление что-то я прям сильно особо тут не вижу ничего такого в этом исцелении можете тоже буду менять шар тоже у меня два стоит вот скорость хит тоже хороший вот наверно скорость атака скорость хит или скорость крит по моему у меня есть сейчас на на скорость крит вот эти вот три однозначно в зависимости от того или иного персонажа стоит себе вылавливать для урона в пве но в той же пустоте вот урон крита крита атака это самый идеальный самый идеальный вариант друзья давайте подведем небольшой итог обобщу в общем обобщу в общем вот это сказано обобщу все сказано первое это кристаллы качать стоит только на ивент на кристаллы тогда не тратится голод на их прокачку потому что там сумму космические по 50 по 60 миллионов в принципе в эндгейме это не сильно ощущается но все же если массово перебивать кристаллы то это будет существенная сумма это раз качаем кристаллы только на ивент который раз в три месяца по моему он проходит когда замена кристаллов не и прокачка замена кристаллов не требует gold золото во вторых открываем все три ячейки все три ячейки и выбираем параметры для пве и пвп контента пвп контент для free to play тоже имеет значение крестовый поход шахта это те локации где без скорости вы всегда будете проигрывать поэтому первая ячейка однозначно урон атака или урон крита в зависимости от персонажа я друзья если хотите в комментариях пишите может какого-то отдельного персонажа разобрать если вы хотите но я только обозначаю принцип как выбирать на примере юджина вы видели второе однозначно скорость скорость должен быть приоритетным показателем и 3 скорее всего для шахты для диссимиляции и других каких-то там в шахте еще одну забыл как локация называется но не суть важно там очень важный показатель хит поэтому я себе буду на следующий вин перебивать урон скорость 2 2 ячейкой 3 возможно открою для хита для этого друзья надо по моему 2000 это чтобы третье открытие 1 1 тысячу и того на каждого персонажа надо потратить 3000 кристаллов поэтому стоит подкопить у меня в принципе с этим сейчас проблем нету 25 тысяч меня есть и наверное еще чуть-чуть подкоплю дабы 3 4 наверное точно буду перебивать и соответственно копите песок копите песок и ловите нужные параметры друзья вот такое видео получилось однозначно что-то мог забыть если какие то есть вопросы пишите в комментариях по этой теме надеюсь видео вам было полезным понравилось всем хорошего настроения друзья до новых встреч